В эти дни почти подряд на территории республики зарегистрировано 4 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 6 пострадали. Одна из аварий с тяжкими последствиями произошла в Теутешском районе. Полиции установлено, что, управляя автомобилем «Лада Гранта», 20-летний житель города Адыгейска не обеспечил безопасность и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком. В результате ДТП водитель отечественной легковушки скончался на месте, а двое его пассажиров в возрасте 23 и 25 лет с серьезными травмами доставлены в больницу. Еще одно происшествие имело место в Тахтамукайском районе. За рулем ВАЗ 37-летний житель Липецкой области допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем. После этого потерявшая управление отечественная легковушка выехала на полосу встречного движения и врезалась еще в две машины – иномарку и грузовик. В настоящее время выясняются причины и условия, способствовавшие совершению всех аварий. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательными и строго соблюдать правила. Еще немного статистики. В первом полугодии 2020 года на территории Республики Адыгея зарегистрировано 196 ДТП, в которых погибли 35 человек и 229 получили травмы. Необходимо отметить, что с начала года удалось сохранить тенденцию снижения основных показателей аварийности. К основным видам ДТП, в которых погибают люди, можно отнести столкновение автомобилей и наезды на пешеходов. На федеральных автодорогах совершено 56 ДТП, в результате которых погибли 17 человек. По вине водителей, находившихся в состоянии опьянения, произошло 23 аварии, в которых 7 человек погибли, 22 пострадали. По мере развития общества мы пришли к информационному веку, в котором создана масса видов коммуникации. Это повлекло за собой скачок в развитии социальных сетей. Данное утверждение справедливо и для Министерства внутренних дел в целом, и для Республиканского ведомства в отдельности. Материал нашего корреспондента Сергея Лизарова. Социальная сеть – это ресурс для обеспечения взаимоотношений между людьми либо организациями в интернете. И немногие знают, что первой соцсетью с использованием компьютерной техники стала технология электронной почты в 1971 году, которая использовалась военными. В Министерстве внутренних дел одними из главных принципов работы остаются открытость, публичность и общественное доверие. Именно поэтому для масштабного освещения деятельности Республиканского гарнизона полиции длительное время ведутся аккаунты МВД по Адыгеи в социальных сетях – Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники, Твиттер, ВКонтакте и Ютуб. Все страницы в соцсетях для нас важны, но я бы особо сегодня выделил наш видеоканал «Полиция Адыгея» в Ютубе. Этот видеоканал создан 10 лет назад, просмотров практически 300 тысяч. Если более обобщенно сказать, видеоканал – это 10-летняя история всего Министерства внутренних дел по Республике Адыгея о жизни нашего Республиканского гарнизона полиции. Вы сможете увидеть там материалы не только о повседневной службе сотрудников полиции, но и гражданах, которые нам оказывают помощь, которые выражают нам благодарность. Из всех тех материалов, которые там размещены, я бы выделил многие, но особо два я бы подчеркнул – это знаковые события, это вручение знамени МВД по Республике Адыгея. И большую программу, которую мы делали, подготовив ее в Чеченской Республике. Жень, мне помог выжить, не потерять разум. Жить дальше, вот я и живу. Имея такое количество официальных страниц в наиболее популярных соцсетях, МВД ведет масштабную работу по информированию общества о событиях, происшествиях, мероприятиях и акциях. Сейчас мы находимся в святая святых пресс-службы МВД. В этом кабинете происходят все основные процессы, которые позволяют гражданам получать оперативную и достоверную информацию. Вот тот самый баннер для официальных комментариев Вадима Агаркова. В связи с существившимися случаями телефонного мошенничества, полиция Адыгея призывает жителей и гостей Республики к бдительности. Тут ведется работа с сайтом. Здесь создается передача, которую вы сейчас смотрите с Исламом Даховым. Здравствуйте, региональное обещание на телеканале Россия 24. С обзором за неделю продолжит информационно-правовая программа «Вести дежурная часть». А там сотрудники оформляют и публикуют посты в соцсетях. Кстати, именно этим сейчас будет заниматься Абеслан Хважоков. Мы составили список самых популярных соцсетей, которых насчитывается около 300. Периодически обновляемый перечень доступен на более чем 32 языках, а крупнейшей социальной сетью в мире по-прежнему в месяц пользуются более 2 миллиардов людей. Надо понимать, что соцсети дают возможность общаться с большим количеством людей на актуальные темы. И здесь это еще и эффективный способ обратной связи с населением путем публикации комментариев и направления личных сообщений в директ. Обращаем внимание, что быстрый и удобный способ перехода на страницы вышеуказанных социальных сетей – это соответствующие иконки, расположенные в верхней части главной страницы официального сайта Министерства внутренних дел по республике Адыгея. Сергей Лизаров, Вадим Магарков, Ислам Дахов и Беслан Хважоков. «Вести» дежурная часть. По данным МВД, за эти дни в Адыгее зарегистрировано 8 фактов телефонного мошенничества с ущербом около миллиона рублей. Большая их часть по-прежнему совершается посредством сотовой связи и сети интернет. Так, в дежурную часть отдела МВД России по Майкопскому району обратился 49-летний местный житель. Общаясь с заявителем, полицейские выяснили, что аферисты вновь использовали распространенную схему обмана. Представившись работниками финансовой организации, мошенники убедили потерпевшего в переводе денег на другие, якобы безопасные счета. Мужчина подался на уговоры и выполнил поступившие рекомендации, в результате чего лишился более 130 тысяч рублей. Если вам поступает звонок от неизвестного лица, который под любым предлогом просит вас назвать номер карты, код доступа, пин-код, пройти к банкомату и выполнить ряд операций, прекратите общение с ним и проверьте поступившую информацию в официальных источниках. А с продавцами товаров через сеть интернет желательно встречаться лично, либо пользоваться услугами наложного платежа при почтовом отправлении.